Электоральная кампания 2024 года 15 апреля объявят итоги выборов делегатов Всебелорусского народного собрания. По сути, в течение двух месяцев будут сформированы органы представительной власти на ближайшие пять лет. Как и во всех регионах страны, в Пинске прошло формирование избирательных комиссий. На сегодняшний день в городе Пинске на совместном заседании Пинского госполкома и Пинского городского совета депутатов образована Пинская городская избирательная комиссия. И на совместном заседании областного исполнительного комитета и областного совета депутатов образована Пинская окружная избирательная комиссия номер 14. Городская избирательная комиссия занимается выборами в городской совет депутатов. Окружная избирательная комиссия номер 14 – выборами в парламент и областной совет депутатов. Город у нас разделен на 30 округов по выборам в городской совет депутатов. Это предполагает, что в городской совет депутатов будет избираться 30 человек, 30 депутатов будет избрано. В областной совет город поделен на четыре округа. Предполагается, что от города будет четыре представителя в областном совете депутатов. Коллективы, общественные объединения, граждане могли выдвинуть своих представителей в состав комиссий. Это люди, ответственные, с опытом и активной жизненной позицией. В комиссии избраны различные представители от различных, как общественных организаций, политических партий. Также были выдвинуты от трудовых коллективов люди и путем сбора подписей. Электоральная кампания 2024 года имеет ряд особенностей, которые предусмотрены в обновленной конституции. Впервые в республике будет проводиться единый день голосования 25 февраля 2024 года. Это первый опыт и для нас тоже. В том числе в связи с изменением избирательного кодекса есть много нового. Мы это все изучаем, внедряем, будем работать. В данный момент комиссии уже приступили к своей работе. Они размещаются в здании горисполкома в 28 кабинете. Режим работы у них с 10 до 19 часов в будние дни. С 14 до 15 обеденный перерыв. И по субботам с 10 до 14. 25 февраля, единый день голосования, в руках избирателей будет выбор тех, кто придет в парламент, высший законодательный орган страны, местные советы депутатов всех уровней. На этом этапе электоральной кампании предстоит выдвинуть достойных кандидатов. На данном этапе человек, который хочет стать депутатом, должен для себя избрать способ выдвижения. В соответствии с избирательным кодексом существует три способа выдвижения. От политической партии, если ты являешься членом партии, от трудового коллектива, ну и путем сбора подписей. Так вот, если выдвигаться путем сбора подписей, для этого нужно сначала зарегистрировать в комиссии свою инициативную группу, которая будет собирать подписи. Сегодня для каждого из нас очень важно следить за ходом избирательной кампании. И 25 февраля быть уверенным в том, что свой голос мы отдаем за человека, который будет поддерживать государственную власть и работать в интересах страны и народа. Спасибо.